Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и сегодня я хотел бы вам рассказать о том, как поменять разрешение и поставить именно свое любое в еще одно не менее крутой игрушечке от компании Sigma Team под названием Thesius Return of the Hero, либо Thesius, это, наверное, имя, как я понимаю, его возвращение героя. Ни разу не играл в эту игру, но, наверное, что-то крутое, по всей видимости, если вы зашли на данный мой гайд, скорее всего, данная игра вам интересна. Что нам потребуется, чтобы поставить свое любое разрешение? В папку с игрой заходить бесполезно, через файл конфигурации там ничего не поменяется. Мы с вами скачаем приложение под названием DGVoodoo 2.75, которое не раз меня уже выручало и выручит также сегодня и вас. После того, как вы его скачаете в архиве, его нужно распаковать в папку и запустить. После того, как вы его запустите, здесь вы увидите огромное количество всего-всего, возможно, для вас непонятно. Мы переходим сразу же в раздел DirectX, там мы ничего не трогаем. Здесь у нас с вами по умолчанию стоит DGVoodoo Virtual 3D Accelerator карта, мы его не меняем, оставляем так, как есть. VRAM можно поставить в зависимости от вашей видеопамяти, либо же поставить любое, какое вы захотите. Ну, за исключением, наверное, 16 мегабайт, хотя бы от 128 мегабайт лучше ставить. Почему? Потому что все-таки, мало ли, вдруг что там произойдет, так как это виртуальная у нас с вами 3D карта, 3D видеокарта является виртуальной, и она будет эмулировать, например, 28 мегабайт видео, а им может не хватить. Значит, смотрите, момент, я кое-как немножко набрался опыта с прошлой игры Alien Shooter Возрождения, и я думаю, что вот здесь в данном случае лучше фильтрацию не ставить. Почему? Потому что когда там от инопланетных существ, короче, кровь появлялась, у меня размытие происходило в этих областях в форме квадратов, это было, ну, неприятно. Как поставить любое разрешение? Resolution. И тут мы с вами выбираем то, которое нам нужно. Можно поставить десктоп, как на рабочем столе, либо же то, которое вы хотите выбрать. Но в том случае, если вдруг здесь вашего на выбор нету, то вы просто можете десктоп выбрать и все. 2560 на 1080 в моем случае. А также можно через DCR-ку выкрутить еще больше разрешения, хотя куда выше, не знаю. Обязательно ставим сглаживание для того, чтобы не было каких-то вот этих вот квадратиков, треугольничков и тому подобное. 8X MSAA. Значит, здесь также DG Voodoo, Watermark, мы убираем галочку, и Force V-Synx вы можете включить, можете выключить. Это вертикальная синхронизация, чтобы у вас картинка не разрезалась, то есть для того, чтобы синхронизация произошла кадров. Рекомендую это сделать, поэтому лучше включить. Все, мы с вами полностью все, что было нужно настроили. Ах, да, кое-что забыл. Сначала надо было нажать выбрать Add. Почему? Потому что сейчас просто настройки сбросятся, но ничего страшного. Мы с вами нажимаем вот здесь вот Add и выбираем папку с установленной игрой. Просто корень, где лежит эксэшник. Нажимаем выбор папки. Оно у нас добавляется, да, оно с вами вновь все сбросило, но в два клика мы все возвращаем на место, так как все было. Все, да, и разрешение осталось подфиксить. Все, после этого мы с вами нажимаем здесь Apple. Больше нам с вами ничего не нужно. Нажали Apple, нажали ОК. После этого зашли в папку MS. Затем X86. И вот эти четыре файлика нам нужно с вами переместить в папку с установленной игрой. Вот сюда, прям в корень мы ее закидываем. Здесь еще будет файл dgvudo.conf, который вот имеет файл конфигурации. Как раз таки вот этих вот четырех файликов. Они поднастраиваются, подхватывают все друг с дружки, все эти настройки. А теперь мы с вами стартуем игрушечку. На выбор он нам предлагает, в принципе, разрешение только 1024 на 768 или 800 на 600. Тут не обращайте внимания, выбирайте любое. Ну, можно 1024. Самое главное, я думаю, что биты выбрать. Вот 32 биты, чтобы качество картинки было. В любом случае, оно подстроится под наш Monik. Не переживайте. То, что вы видите, еще с маленьком черном квадратике. Малевича, она сейчас вновь на весь экран у нас с вами раскрылась. Если не раскроется на весь экран, нажимайте сочетание клавиш Alt плюс Enter. И тогда у вас все будет замечательно. Игрушечка стартанула. Загружается, ждем. Вроде комп-то не слабенький, а он что-то грузит и долго. Не, в любом случае, ребята, оно не может не загрузиться. Я думаю, должно быть просто выйти ошибку, если вдруг что-то не кто пойдет. Так как я все проверяю и проверял, то вот. Стартанула, запустилась. О, дед, а ты откуда здесь? Прикиньте, откуда дед мой появился. Вертикальная синхронизация, кстати говоря, можно было не включать. Это вот опять же я говорил на ваше усмотрение. Нормально. Игру, по-моему, назвали... Игру назвали не совсем корректно. Надо было ее называть мой дед. Людый. Моментами идет просад, поэтому, ребят, вертикальную синхронизацию можно выключить. Я, как я сказал заранее до этого вам, тут на ваше усмотрение. То есть, чтобы картинка не плыла, но если моментами будет персекать, я думаю, это вам не критично. Какие-то красные глаза у меня в кустах там сидят. А за кого мы играем-то вообще? Что делать-то надо, что-то меня хотят? Кстати говоря, я не знаю, ребят, сейчас у вас вообще работает картинка или не работает. Видно что-нибудь или ничего не видно. Наверное, летучая мышь. А, здесь все же самые существуют, что и в Аленшутере. Просто я в эту часть вообще не играл, и она даже не Аленшутер называется, что, кстати говоря, весьма странно и интересно. Так что все, ребятушки, все работает, затестили. Так что на этом все. Не забудьте подписаться на канал и рассказать друзьям, поставить лайк. Так что скоро увидимся. И не переключайтесь, ребята. Не забудьте поставить лайкос, написать комменты, потому что будет много не менее крутых и интересных гайдов. С вами ваша ранка. Громно спасибо за внимание. И пока-пока.